И так, всем снова привет, товарищи! Так уж получилось, что вы проходили мимо, я тут продолжаю. У нас тут продолжается фестиваль неделя Dreamcast'а, я продолжаю играть в SkySFArcadia. И мы победили первого такого мини-босса. И теперь нас... Ну, собственно, корабль Империи Валуа этот... Как корабль адмирала Империи Валуа, замечу, наш. Мы получили ягоду луны, которую используем, чтобы у Айки появилась способность. И продолжаем. Получили по третьему уровню. Ха, возможно, тебе не все и по зубам. А, это он про своего монстра, наверное. Итак, Вайс Синий Вор, ты еще пожалеешь о том дне, когда восстал против Империи Валуа. Мы еще встретимся. Ну, это такой наш личный враг, такой Немезида, первый, которого мы встречаем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тыщи, мы не успеваем за ним. Чтоб тебя. Ты трус. Какой командир может пожертвовать своими людьми и кораблем, чтобы избежать сражения? Хотя, может быть, он и трус, но он богатый трус. А теперь он бьетный трус. Да, думаю, что все, что находится на корабле, теперь принадлежит нам. А у нас уже давно не было такого большого улова. Все наши ребята будут, наверное, сильно поражены. И девушка эта. Посмотри на эту девушку, я еще никогда не видела такой одежды. Ты права, не похоже, что она из этих мест. И интересно, зачем улова так пытались похитить эту девушку? То есть, саму адмирала империи улова отправили, чтобы ее поймать. То есть, ты понимаешь, она уже не первый раз сбегает. Хм, интересно, откуда она? Это одна из самых главных интриг пока. Про вот эту девушку. Сейчас, по-моему, будет такая довольно расслабистая серия. Это место. Я, я дома. Это воспоминание той девушки. Фина, да, я зовут Фина, точно. Ты заменил Рами, Луна? Прайм. Ничего не понятно. Но будьте осторожны, никому не верьте. Прайм. Как она, Вайс? Хм, похоже, дыхание восстановилось. Думаю, все будет хорошо. Что-то, по-моему, там текстуры сильно побились. Ладно, кто это такой, чтобы к ним, к этим текстуркам докапываться. Вот она вообще, лучший кадр в мире. Такие, ммм. Эй. Смотри, она хочет... Че? Ну, она вот не уверена, потому что... Где, где я? А, мы еще не знаем, как ее зовут. Ты на борту нашего корабля Альбатрос. Во, Альбатрос вообще корабль называется еще. Блин. Я, Вайс, не волнуйся, здесь нет солдат Валуа. Поэтому тут ты будешь в безопасности. Да, спасибо вам. Ха-ха, не надо нас благодарить. Синие воры всегда готовы помогать людям. Меня зовут Айка, рада познакомиться. Эй, ты скажешь, как тебя зовут? Меня зовут Фина. Блин. Блин, я вообще забыла, что тут диалоги есть. Так, откуда ты? Прекрасное имя. Фина, а? Прекрасное имя. Оно такое женственное. Хотя Сайка будет... Серьезно? Ты думаешь? Смамайка будет ревновать. Она всегда любит это дело. Черт, ты стараешься сделать комплименты ей? Ничего. Никакой реакции. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шикарно вообще. Ни лайка, кстати, не преревновала. Вот это странно. Уайс, это не такой уж и комплимент. Похоже, ты еще плохо знаешь женщину. Хм. Ну вот он, короче, начинается такой союз. То есть встреча главных героев, которых ждет просто невероятное приключение через весь мир. То есть вот он начинается. Так пока еще шутливо, весело, то есть все друг друга узнают. Но скоро будет, собственно... Честно, нам дадут еще побегать по городу. Я, наверное, всю серию этому посвящу. Разглядыванию, беганию и прочее. А потом уже начнется. Самый первый там поход за лунным камнем, который рядом стоящий хрампом упадет. Это будет просто лучшая миссия. Ну, то есть вначале. Обожаю это место. Ладно. Прости, но у меня есть вопрос. А что такое воздушный пират? Ты что? Они такие... Ты что, серьезно не знаешь? Что? Ты сама плавала и даже не знаешь, кто такие воздушные пираты? Ну, короче, сейчас Финна выступает в роль игрока, который хочет... Который задает вопрос. То есть через нее подается сюжет, как бы через ее вопрос. О, я... Прости, я путешествовал впервые. Воздушные пираты это моряки, которые нападают на другие корабли и забирают их груз. Да? Ха-ха. Тебе не стоит нас бояться. Мы синие воры. Понимаешь, пираты разделены на две группы. Синих воров и черных пиратов. И черных пиратов. Черные пираты нападают на все корабли, которые встречают. Особенно на торговые суда. Ну, понятно, обогатиться. Но мы, синие воры, отбиваем грузы только у вооруженных кораблей. Особенно у армады. Ну, такие повстанцы. Мы забираем все у богатых. Возвращаем это бедным. Но мы тратим все деньги, чтобы помогать людям, нуждающимся в помощи. Ну, короче, такие Робин Гуды. Понятно. Поэтому мы и помогли тебе. Не волнуйся, мы не хотим брать с тебя выкуп. Можешь наслаждаться нашей прогулкой. Ладно. Ви, Зайка. Сколько вы еще там собираетесь здесь болтать? Вот здесь. Поднимайтесь на мостик. О, нет. Я потерял счет времени. Ладно. Думаю, нам уже пора идти. Хорошо, Фина. До встречи. Постарайся немного отдохнуть. Тар-дэн, тар-дэн, тар-дэн. А, блин, триггеры где-то нужны, чтобы это вверх-вниз корабль поднимать. Вспомнил. Блин. Так, а типа назад вернуться можно? То есть нет. Он такой сейчас. Ну, что-то сундук какой-то простой такой. Тебе уже лучше, Фина? Не волнуйся, ты можешь спокойно гулять по кораблю. Да, все хорошо, спасибо за все, что вы делаете для меня. Так, а мы пока в инвентарь сгоняемся. А, нет, погоди. Мне нужно сначала Айки. Здоровье не восстановилось. Ся-ся-ся. Супер, могу. Вот, вот, могу. Айка бросает свой бумеранг, призывая вихрь пламени, атакующий всех врагов. Кстати, вот всего четыре будет стоить. Изучение. Давай. Шторм альфа. Так, отличный перевайк и супер мув. Снаряжение нового, конечно, не добавилось. Но, например, надо бы... Блин. Блин, я на бэчку. На бэнчок. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Опять стик. Не играйте на стиках. На стиках довольно все страшно. Так, и что мне еще надо посмотреть? Ой, 160 у него всего. Вис неуверенный. Вис неуверенный. Это, типа, наверное, имеется в виду... Ладно, понятно. С кристаллами мы еще разберемся. С снаряжением все понятно. Мне надо еще посмотреть... Что там насчет магии? Сакры восстанавливает. Пири. Призывание пламени, которое наносит вред всем врагам. А, это, кстати, можно... Это наверняка она, наверное, не может испустить. Ну-ка, Вайс умеет такое делать. Это где было? Это в магии было. Тихо. Магия. Ну, по одному у них... Короче, пока непонятно. Надо в бой влезть, так потом будем... Потом станет понятно. Снаряги нам же вроде ничего не дали. Да, вроде ничего, короче. Надо потом еще просто прикинуть, каких вещей закупить. У него там 263 голды вдруг. Я понял. И сохранения тут пока еще не было, так что... Ладно, все понятно. Так, куда же мне идти? О, ну-ка, поговорим. Люк. Пират. Эй, Вайс, последний налет был очень удачным. Мы уже давно не нападали на корабли Валуа. Если тебе интересно, что мы сделали с Валуанами, когда они услышали, что их бесстрашный капитан покинул корабль... А, не сдались, правильно. Но капитан Дин отпустил их, конечно же, после того, как мы забрали их сокровища. А их было очень много. Мы забираем все, что можем, и сражаемся только тогда, когда надо. Это отличает нас, синих воров, от черных пиратов. Спасибо, капитан, капитан черный пират. Давайте по палатам походим. Может, найдем чего? По-моему, можно было, по-моему, ответить. Нет? По-моему, сейчас это рано спать, да? Нет, не хочет. И стоим мы вышли. Короче, вот эту еще не проверили. Вот, и тут... Эта бочка набита различными продуктами. Необходимо правильно питаться, особенно во время плавания. Тут много амуниции. Нам не разрешено брать ее без разрешения моего папы. Он очень строгий, когда дело касается таких вопросов. Ага, и пушка. Это одна из главных пушек Альбатроса. Не все наши пушки прикреплены к палубе корабля. В случае необходимости можем перемещать их. Отлично. Так, правда, нет, все уже ушел. Ну, это так, короче. Немного то, что на корабле все как бы логично стоит. Так, давайте-ка бочку эту спросим. У них бочка ничего не знает. Где карта, кстати? Тут нету? Ну ладно, поднимаемся. Папка уже заждался. Хопа. Давайте сначала оглянемся. Вдруг мы тут последний раз. Может, мне это понятно, что не последний, но все равно карта. Это карта океана. Эти места считаются вотчиной семи синих воров Дина. Да, так, короче. Что мы тут рулим. Полный вперед можно нажать. Так. Ну, они с папкой одного роста считай. Ну, то есть такие условности, понятно ли. Ладно. Давайте поговорим. Он нас ждал. Ты опоздал, Вайс? Я говорю, что ты должен вовремя заступить на бахту. Ты знаешь, что делать. Отдравить палубу. Она должна блестеть. Ага. Но папа, я ведь не сильно опоздал. На корабле опоздание может дорого стоить. Ну, то есть, понятно-таки, сейчас начнется взросление персонажа. То есть, он сейчас очень молодой. Но, тем не менее, уже там убивает людей, так сказать. Ну, за правое дело, естественно. А дальше уже будет... Дальше нужно будет взрослеть, я так понимаю. Опоздание может дорого стоить. И вот еще что. Пока мы в плавание едем не папа, а капитан. Ясно? Да, 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 я понял. Мы возвращаемся на остров Пирата. Передай это Бриксу. Может, ему нужна твоя помощь? Забываю, что нельзя на стиках. Ландис, навигатор. Когда стоишь за штурмом, за штурмом, следи за небесными расщельными. Вокруг острова Пирата очень сильное течение. Если твои двигатели недостаточно мощные, и ты попадешь в них, то ветер затянет тебя вдалеке и неизвестит... Не весен, и сильное давление раздавит вас. Понятно. Тихо-тихо-тихо. А, может, в трубку чуть-чуть крикнуть можно? Нет? А в эту? В эту тоже нельзя. Ладно, давайте поговорим уже с рулевым Брикс, вице-капитаном. О, вот-то где, Вайс. Ты все-таки решил подняться к нам на мостик, а? Мы возвращаемся домой, на остров Пирата. Остров Пирата к юго-востоку отсюда. Северо-юг. Сначала на юг, а затем вдоль целого ряда островов. На юг через цепь островов. Понятно. Хорошо тогда в путь, полный вперед на остров Пирата. И тут... Виз, прежде чем мы отправимся, хочешь ли ты задать мне какие-то вопросы? Как управлять кораблем? Как мне отсюда попасть домой? Нет, ничего. Как мне отсюда попасть домой? Не смейся надо мной, папа. Э, капитан, но я не помню обратную дорогу домой. Ты можешь сказать, как мне плыть? Как ты собираешься стать моряком, если ты даже не знаешь, где это? Направляйся отсюда, на юго-восток. Ты узнаешь этот остров, когда увидишь его. Если ты заблудишься, ты можешь посмотреть на карту, нажав кнопку старт. Спасибо. Также во время бандиты можешь встретиться с монстрами. В таком случае тебе придется сразиться с ними. Вот еще. Здесь живут монстры, которых называют Марокко. Они очень сильные. Если сможешь серьезно ранить своего врага, попробуй нажать кнопку Y, чтобы изменить свойства оружия. Это может тебе помочь. Так, все, полетели. Ладно, полный вперед на остров Пирата. Сауф. А, ну все правильно. Мне прям A. А, тут как раз надо. Во, 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 как его колбасит. Я еще, по-моему, не умею подниматься вверх, вниз, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. А-а-а, нарвался таки. По-моему, я в любом случае подорвался, но ладно. Сейчас на полу, да, на полу для корабля. Твою-то налево. А жизни-то и так не сильно много. Ну, что-то майка может, по-моему, супер-молв сделать. Кристалл Сакри. Тогда который... Да, который хобо устанавливает. Для одного героя. Понятно. Тогда супер-молвоми... Пири. Ты на не плане, который наносит вред всем врагам. Дайте попробуем. А, тем более на два стоит. Давай, айка какого-нибудь... Вот того, наверное, выглядел довольно сильно. Нифига, все, 78. Ну да, не сильно он выглядел, но ударил сильно. Ну да, довольно слабый. Так, как это выглядит? Блин, луна, дай мне силы. Вон тот сильно, понятно. Ну, короче, довольно неплохо бьется, надо сказать. Ой, 82 всего, что надо, короче, жрать это. Кристаллы всякие. Да, вот они. Все, ешь кристалл. Ты атакуй. Хорошо, помню, что в любом случае лечение, оно вперед очереди встает по атаке. А, Гец, додумалась. Ну-ой! Понятно. Походу, короче, красные кристаллы его не прошибают. Давай зеленым. Погоди. На зеленом, да. Поехали. Главный удар. Вот, да, 207. Главное в этом деле быстро поменять тактику. Еее, победа! 166 голды, неплохо так. Ой, по уровню. Блин, наверное, зато от этого сильного чувака. Неплохо, неплохо, короче. А, вон он остров, короче. Чуть-чуть, короче, неудобненько управлять, ладно. Остров пирата. Ну, я еще не разобрался, как вверх-вниз подниматься. Просто там будет очень, потом, крутая тема, когда в Японии, ну, вместо нам аналоги Японии, нас научат, короче, взлетать очень высоко. Сможешь, короче, просто по вот этой, по самой верхней глади, короче, уходить от монстров, потому что они там тупо не живут, короче. Или по самой нижней глади, я не помню, короче. Но там, по-моему, неважно. В любом случае тебя никто не трогает, потому что ты вот слишком низко и слишком высоко, короче, летишь. Вот он, дом, милый дом. Та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-т��-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Блин, ну как невозду să... Нельзя не любить это замечание. Эй. Эй, Финна, как ты? У меня уже получше, спасибо за беспокойство Ха, нет проблем, я рад видеть, что с тобой все в порядке Похоже, вскоре мы доберемся до острова На самом деле, остров Он находится прямо вон там Это наша база, остров пирата Извиняюсь, Бегадошно Пирата? Ну да, он уже рассказывал, что он пират Ну ладно, реально островок там, три домика И все Это мама Вайс, по-моему Детишки бегают Был, ну просто шикарно Я не знаю, я уже говорю, я уже не знаю Я не знаю, как не любить эту игру Она просто выше всяких похвал Ну то есть это для меня Надеюсь, вы Втянетесь, так сказать И будете Раздельте мою точку зрения Вот, на самом деле не все так просто Внутри целый остров То есть внутри острова там целая шахта Собственно, можно спрятать корабль И никто не догадается То есть если поставить пиратский корабль просто здесь Там империя будет кто-то проплывать Нам будет не очень хорошо Единственное, забыл карту показать Карта тут довольно большая Синие пираты Синие воры Синие Робин Гуды, я бы их назвал Вот, Фина просто дико удивлена Потому что такого я никогда не видел Ну, это Неудивительно Вот, и мы дома, наконец-то Вот, награбленная Не слабо так Сейчас начнут делить, по-моему, добычу Оружие броня от золота Вот это хороший улов Один из лучших Мабель Пират Сегодня мы будем веселиться Еще бы Ай-яй Двенадцать человек на сундух Лицах Йо-хо-хоу И бутылка Фина, вот что мы сделаем Что ты скажешь? А, как мы поступим, может быть, что-то я не понимаю Ученые спрашивают Думаю, это будет очень сложно Сложно Да, это действительно непросто Но это весело А, в смысле, типа, беседиться весело Понятно Вот нам показывают Сеть внутренних То есть, знаете, как у Константина Эта хибарка, короче Он с виду кажется маленькая Он бездоровенный просто Но это такие маленькие условности На острове пиратов Есть подземный порт Сверху этот остров выглядит Так как тихий Мирный поселок Но внутри этого острова Находится наш штаб Там есть арсенал Мастерские И даже таверна Давай я тебе все покажу Вайс Папка зовет Поднимись ко мне Обсудим, конечно Немедленно зайди ко мне И возьми с собой эту девушку Понятно Да просить ее хочет Вайс, интересно Зачем это? Не знаю Но лучше нам поспешить Ты знаешь Что папа не любит Когда опаздывают Ну мы, конечно же Первым делом Начнем всех спрашивать Питер Юнга 15 пиратам удалось Бежать И у них Только одна бутылка Локвы Йохо Хей-хей У меня хороший голос Да? Эту песню Мы пираты поем Когда нас заставляют Дровить палубу Ну не удивительно Так, обратно на корабль Не попасть Нельзя Да и не нужно Так, это по канату Можно быстро подняться Это награблено Здесь мы храним Большую часть добычи От ножек-налетов Затем мы разделяем Вещи, которые мы хотим Оставить От тех, которые Хотим продать Ну логично Катонки большие В кораблях канаты Катушки Практически везде Хорошие и прочные канаты Иногда могут спасти тебя От верной смерти Так, а здесь вот Можно просто подняться Так что давайте мы сначала О, сейвик Наконец-то Сохранить Твой корабль Валуа Сохранить Четвертый уровень Уже час играем Неплохо Для начала Так Давайте наверное Попробуем Сначала По канату Подняться Сжать еще надо В сторону Не хочет Спускать Снова быстро Да быстро Понятно Я пускай Просто хотел проверить Тут по-моему как раз Проход будет Сразу к отцу Сейчас узнаем Так Ага Это выход В город Призр капитана Дина Выход в поселок Вверху Был закрыт Он сказал Что тебе не разрешат Отвезти эту девушку Наверх Пока он не поговорит С ней Лучше сначала Сходи к нему А, понятно И вот туда Да Да Вот туда Короче К отцу Оба Там сундучок стоит Как же мне туда Прикажете Попасть Давайте попробуем Так вот А, не-не-не Так не получится Ладно Давайте сейчас Все Все Попытаемся Попроизведать Бочки Это ящики Заполнены Ягодами Лакваты Лунными камнями Для приготовления Локвы А, популярно в этих местах Ну, конечно, Локва Это местный ром Локва, да-да-да Что у нас тут за домик Мы сейчас узнаем А пока за уголком Обычно Обычно тут какие-нибудь Вещи клевые Прячут Давайте Зайдем Народ спит Смотри, какая-то розовая подушка В крови Мэтью, матрос У меня уже так давно Не был дома Пожалуйста Дайте мне пост Пуровать Рад Спи Здесь хранится оружие На случай Начала сражения Нас всегда учили Быстро реагировать На любую ситуацию Понятненько Это труп Рассанёска Нету моего отца Что позволяет ему Отдавать приказы Ребятам Которые Порой Могут здесь Заснуть Да Вис Хватит вам болтаться Быстрее Иди сюда Понятно Понятно Он меня услышал Не-не Я не могу Сразу Сразу Пойти У меня У нас еще Слушал Смотреть Я говорю Сейчас Будет много Серий Где я буду Таким Вот Заниматься Смотреть Б А А И Старе Не Топ Загир С камерой Конечно Тут Определенные Вопросы Есть Камере Давайте Можичка Этма спросим О чем Нолодя А Навигатор Эээто Дома Ничего Лучше Чем Тое ощущение Которое Ты испытываешь Когда Возвращаешься В Если Что У нас Здесь? Наверное, здесь как раз торгов... Да, торговая лавка. Торгует с оружием. Привет, Физ, заходи. Может, хочешь что-то купить? Поговорить. В отличие от заклинаний, требующих ману, целительный кристалл может восстановить твой хп в любой время. Некоторые сильные воздушные пираты отказываются их применять. Как по мне, всегда лучше перестраховаться. Так, давайте посмотрим, что у нее есть. Вот, у нас 400 голды. Что мы можем продать? За десятку всего? Да никогда. Ну, капля магии разве что, не очень прикольная тема. Мне бы какие-нибудь пожестче вещей. А, на то же самое подойдет. Урия. Магический кристалл, исцеляющий все пагубные эффекты для героя с исключением бессознания. Типа отравления и прочего. Ну, вещи не сильно нужны. Спасибо. В любом случае, спасибо. Спасибо, что зашел. Приходи еще. Обязательно зайду. Так, сначала еще вот с этим парнем поговорю. Оружие, луны и камни. Наверное, именно здесь Зак хранит все свои вещи. Интересно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Зак торгует с оружием. И заходи. Лавка оружия и доспех. Прости, что тебе придется заплатить. Даже если ты воздушный пират, чтобы содержать мою лавку, мне приходится много работать. Поговорить. Большая часть оружия сделана из лунных камней. Конечно, это не единственный материал, но он один из основных. И так как оружие делается из лунных камней, на них могут влиять другие лунные камни. Чтобы узнать все детали, обратись в тренировочный центр наверху. Обязательно. Че, у тебя оружие есть? А, продать-то, понятное дело. Купить. Вот оно, вот оно, вот оно. Форма-то хорошо дополняет защиту. Раковина. Ага. На защиту. Это на волю. Ух ты, вот это вообще крутая вещь. Легкая ряса. Странно, что название пропадает. Так, полумесяц. Плюс 11 атаки. Это 300 будет в сумме, да? Я смогу... Ай, мне чуть-чуть на этот наряз у них хватит. Давайте тогда, наверное, возьмем... Вайсу точно возьмем. Один. Самый любимый меч воздушных пиратов. Он очень легкий и удобный. Так, я могу тут как-нибудь... А, сабля и сабля пирата. Понятно, вот чем они отличаются. Пофига себе, атаки будет 69. Крутяк. Да, давайте возьмем. и какой кристалл сюда вставить зеленый красный эти красный красным покруче получается вот сабля пирата 69 вообще вот это вот это да и этот critical повели увеличился увеличился на красный кристалл все и тогда давайте лучше наверно броню какой-нибудь прикупим медли айки как раз в пленем поистой бы неплохо так из нас а тут делится вот лучше ей вот это купить она подешевле держи так и у меня ничего сейчас больше нет попробуем могу ли я продать оружие да могу простую сам продать и шорты продаем простую саблю продаем шорты вот нас уже 139 можем легкую рясу серьезно 180 что а я жмут раскидал ну короче на где-нибудь еще 40 надо быть и так сказать закупиться по полной песни по полу мне общество не хватает не на эти вещи конечно прикольные там скорости я лучше очень так сам раздобуду потом и так понятно пока торговец неплохо так закупились кстати смею заверить так побежали еще поглядим это можно что-то с камерой делать лестнице понятно что у нас тут еще есть я хочу до того сундука все добраться здесь вот это пушечные ядра тут опять всякое здоровенная пушка тут опять поднимемся так он еще какая-то лавка тут почему-то загрузка прикольная чищила сделали да верно привет в этом ходе такой типа это пьем ахалу локва порой творит чудеса капитан дин знает как собирать эти ягоды локват отличная выпивка а давненько я уже не мы уже не захватывали флагман ароматы мы заслужили того чтобы немного отдохнуть мебель ты будешь здесь и пить с нами локву когда тебя дома ждет такая красивая и трудолюбивая жена в отдыхе с друзьями после тяжелого дня нет ничего плохого о боже здесь так много народу финна это наша таверна здесь продают различные напитки нектары соки локву хм прости что такое локва что ты серьезно не знаешь что такое локва хе хе ну не знаю я точно не знаю но похоже это очень вкусный и хороший напиток похоже все пьют его с большим удовольствием наверное он вкусный хочет виду с нами бутылочку марлоквы она сделана из ягод локват и лунных камней она похожа на сок но еще вкуснее нет 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 сейчас нет времени чтобы сидеть здесь нам надо поговорить с капитаном что разве мы не должны быть здесь капитан всегда сильно сердится если мы опаздываем поэтому я не хочу чтобы сегодня у меня были не вредности хех не дала дайка да мой папа может быть очень суров когда он зол мы же не хотим чтобы у него случился приступ сердечный приступ приступ сердца так ведь ага ты так заботишься о своем отце вайс давай нам уже пора идти твой папа наверное уже нас ждет наверное точно а мне не дали зайти что не это все-таки зашел давайте давайте раз уж мы здесь мы сделали броню с корабля в полу с корабля в луа чтобы заботиться нарисовал на ней теперь нам гораздо лучше хе хе сокровищ это хорошо но я бы хотел вместо сокровищ красивого молодого юношу если я это сделал то я буду похожа на черного пирата а не синего вора ладно думаю уже переходите границы понятно напевать первый прибыл поспорить синие воры да 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 может просто не задание дадут я так просто надрали задницы молодец в вайс тренировочный центр и проводок с собой да 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 тренировочный центр надо бы не забывать и зачем это сделано понятно не зачем ладно доверниль все обыскали бочки и еще ниже так нету правее счет ничего а вот мы спустились вниз так давайте тогда обратной дорогой это лестница была полностью не ошибаюсь с другой стороны или погоди вон там вон там еще не было я еще с этим с регулировщиком этим не разговаривал что расскажешь паренек дозорный мне поручено указывать альбатросу путь подземелья где он спокойно сможет зайти в док места мы связались между собой при помощи сигнальных флагов сейчас я занимаюсь доставкой груза припасов на борт альбатроса нужное дело делаешь как разобраться здесь мы храним разные части корабля понятную запчасти погоди может здесь можно что-то нет все и тут ничего нету больше ты будешь ладно папка ждет спрыгнуть можно там же сундук такой нужный важный поход я хочу его найти найти я вижу где он хочется его прям к рукам прибрать итак думаю здесь мы немного остановимся перед важной перед важным разговором с отцом с дином винчестером они такие как братья я больше поверю что они братья там дин и сам винчестер и такие бывают ладно в общем увидимся в следующей серии ставьте лайки подписывайтесь на канал неделя дримкаста продолжается успешно всем пока что пока подписывайтесь на канал absorめて несмотря на то что слушай 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 ör